Священные отцы, братья и сестры, всех вас поздравляю с престольным праздником нашего села, храма, конечно, и нашего небесного покровителя, святого пророка, претечи и крестителя Господня Иоанна. Сегодня мы вспоминаем день его скорбного и славного утверждения, когда он сподобился предстателем пред престолом Божиим. Нам, конечно, скорбно людям, когда кто-то близкий человек уходит от нас, но радостно, когда наш близкий человек предстает пред престолом Божиим и выдворяется во святых. Как Господь говорит, не радуйтесь тому, что бесы вас помянуются, что горы переставляются от вашего слова и другие чудеса, огонь с неба сходит. Господь говорит, радуйтесь, что у вас есть небесная прописка, то есть небеса, то на небесах написаны ваши имена. И вот хочется, чтобы все мы встретились в Царстве Небесном. Нам и здесь хорошо. Солнышко светит, когда надо дождичек, мы можем вместе собраться, поесть, попить, повеселиться, поработать, потрудиться и так далее, детей родить, воспитать. Много хороших дел на земле, но все это лишь образ семь будущих благ. Тут много же образов и вечных мучений. Поэтому мы за это короткое время, 50-70-80 лет, выбираем, что мы хотим. Добра, света, любви или позора, гнева, обиды и прочих пороков. Вот великий святый пророк, предтечий, креститель наш Иоанн жил 2000 лет назад, жил в маленькой стране Палестине, у Бога стране, в которой постоянно все нападали. Завоевывали то греки, то римляне, то ассирийцы, то ассирийцы, то ассирийцы, то египтяни, но с этим народом был Бог, когда они жили сами, когда они были с Богом. Когда они отходили от Бога, Бог их сразу наказывал. Это признак того, что народ Божий, что Божий рядом. Так и русский народ тоже. Только мы отходим от Бога, мы тоже сейчас Божий народ. Были люди, народы, есть Божие. Но нас Господь всегда наказывает. Кого люблю, того наказываю, говорит Господь. Бьешь же каждого сына, и Божий приемлю. И вот мы, дорогие братья и сестры, сегодня вспоминаем этого великого угодника Бога, предтечу Иоанна, который совершил подвиг, много разных подвигов в одном, но главный подвиг – подвиг мученичества. Мы знаем, что много есть чинов, святители, апостолы, пророки, благоверные князья, праведные, христианые дироги. Много чинов есть святых. Но самым высоким считается подвиг мученичества. Не бывает, конечно, святой особый, выше всех стоит, но Иоанн предтеча тоже стоит выше всех. Он сподобится коснуться вверху главы Господа, и такого никто не сподобился. Но сам подвиг мученичества чем особенный? Что мы проливаем кровь за Христа, мы готовы отдать жизнь за Христа. Вроде бы все понятно, да, нам, христианам, мы привыкли к этому пониманию. Но когда дело дойдет каждому из нас что-то отдать свое, тем более отдать жизнь, то, конечно, это нелегко. Это легко сказать, труднее понять, вместить, но очень трудно исполнить. Вот Иоанн предтеча мученик во всем. Он, конечно же, можно сказать, и преподобный, потому что он никогда ни мяса ел, ни молока, никакой скоромной пищи. Он питал, слышь, медом и акридом водичку. Больше ничем. Он даже некоторые священные действия совершал. Он хрестил, благословлял, обличал, то есть, так скажем, был такой пророк. Он был великий молитвенник и много других подвигов совершил. Но особый подвиг мученичества. В детстве его родители за Слово Божие, Захарию мужа убили между жертвенником и алтарем, и матерь тоже убили, гнали за ним. И он был сокрыт, сокрыт в пещере в Иорданской, недалеко от Русалима. И он в детстве, родители его отошли ко Господу, и он в детстве воспитывался грудным, можно сказать, ну, там, совсем маленьким отрыгком в пустыне, один. Это, конечно, страшно. Просто кто бывал в лесу, в тайге, страшно. Вот там есть, что поесть, шишки, зелень, какая-то, кора. В иудейской пустыне ничего нет вообще, кроме коречек. И то их там мало, которые могут верблюда есть, больше никто. Что? Они кроколятся, они сухие, они страшные. Там нет воды. Где есть вода, там оазис, там живут люди, там и разбойники толкаются, как говорится. А вот в пустыне там просто песок, вот такие бараны бегают, там лев пробежит, ко мне съест, и все. То есть там просто... И он жил в этой пустыне. И в ангел Господе на фресках изображает большой ангел, и маленький прийти, что-то за руку держит, и водил, научал чему-то. Так, кстати, и нас всех, когда мы младенцы, когда мы в очреве у матери находимся, и когда мы, родные еще младенцы, с нами разговаривают Бог сам, ангелы, хоббицы святые. В том, когда начинаем расстать, все больше и больше начинаем с родителями общаться, и Бог отходит, и мы как бы забываем. Но нас загружает, как бы, знаете, флешку закачивает, так вот и человек, и Господь закладывает его все. Помимо образа и подобия Божия, который он вложил в пресвятворении человека, и каждого человека в том числе, он еще видно ее в первые месяцы, в очреве матери, и потом в жизни, может, тогда некоторых, в несколько лет, закладывают какие-то основы жизни. Конечно, родители еще надо делать, потому что какой жизнью они живут, это все откладывается на ребенка. Так вот, братья и сестры, он был научен ангелам в пустыне, и подвиг его заключался в чем? Что он жил не как мы, едим, пьем, веселимся, радуемся, а он жил, нес настоящий подвиг, я говорю, ничего не ел с коронного, не веселился, не расслаблялся, не утешался, он совершал великие подвиги, обличал неправду, крестил народ перед приятем Христа, исподобился крестить самого Господа. И он говорит, мне подобает молиться, а ему расти в Христов. Он сказал, все агнец Божий. Он сотворил, говорил такие слова, показывая на древо, и говорит, вот, говорит, секира, то есть топор, у корня древа лежит, и говорит, всякое древо, не на приносящие плода добра, высекаемо бывает, и во огонь уметаемо. И действительно, древо, которое растет и упражняет землю, а огороды-то всех небольшие участки дают, это здесь нас сейчас, вольницы, в земле много, никто работать не хочет, ну так, не очень хотят, скажем, все меньше и меньше. А раньше за каждый плачок земли боролись, и вот гелево стоит, землю сосет, соки высасывает, а плода не дает. Землю упражняет, да, как про виноград, помните, господин сказал, пусть еще год постоит, окопаем, ловозом обложим, поливать будем, может принесет плод. Нет, так посечем поставим то, которое на брусе будет приносить плоды во времена свои. Так и мы. Какой толк от нас, если мы как паразиты живем? Воздух впитываем, который Господь нам дает, теснород, немножко озона, солнышко нас светит, мы радуемся, водичка подождем, то на речке утешаемся. Плоды со всего мира, с Южной Америки, с Африки, с Австралией приводят, с Северной Америки, с Европы, осадник, мы живем, едим, как, я не знаю, как парово, как это, больше лошадей, а толку от нас, только навоз, испарение, пот, какой-то гной, смрад и рубль, и осуждение и злоба. Не так же мы должны жить, мы же не паразиты, мы должны Слово Божие нести в люди, мы должны благодарить Бога, как вот Паруф Давид говорит, что воздам Господи для всех, я же воздадиме, то есть, что я воздам Богу за все то, что Он мне дает, эти блага земли, и утешение благодати Божией, самой главной. И он говорит, что я чашу Господню приму, и имя Господне призову, и молитву я воздам перед всеми людьми Его. То есть чашу – это причащаться, имя Господне призову Иисусова, молитвы непрестанная, и перед всеми людьми свое исповедничество показать, и проповедовать Слово Божие. Мы все проповедники, не только апостолы, и вы, женщины, тоже проповедники, будете ходить в платочках, мужчины с бородами, в длинных юбках, как говорится, будем жить, поститься, молиться перед глазами своих родных, у близких, у села. Ну, может, не хотят жить, не пусть, не так живут, но, по крайней мере, сказал, я не знаю, будьте ничего, сказал, а вот Марья Ивановна жила, свято жила, ты видел, видел, там, в храм ходила, ходила, там, Лазарь, ходил в храм, молился, никто не хочет подражать, правильно? Физики читают, даже монаши в наше время тут принимают, это трудно, нелегко, ну, поэтому, братья и сестры, вот Иоанн Предтечий, он жил, как святой, был святым, он показывал пример святости во всем, и в мыслях, и в поступках, и делах, и обличал неправду князей, царей, и был как исповедник в этом смысле, это тоже малое мученичество, и как преподобный постился, молился, то есть мог бы сладко жить, это тоже бескровное мученичество, вот, и пострадал за Христа, поразил свою кровь, был убит за правду, за блажь, за развлечение, и потом, после смерти, неоднократно его мощь тоже переносили, там, прятали, навоз бросали и так далее, не буду сейчас подробно это говорить, я думаю, вы это читали, и, то есть, он, всю его жизнь зону мученической кровью и исповедничеством покрыто, это действительно великий святой, и вот мы смотрим, просто все мы люди, вот и пожилые стоят тут, и у маленьких есть, и у молодые, у девчонки, ребята, смотрим, вот, например, Иоанна Прептечина, вот, с одной стороны, Ира справляется в день рождения, да, и мы тоже любим справиться в день рождения, в принципе, в этом ничего страшного нет, но, как сказано, ты будешь и Бог мой, а чрево матери моя, поэтому день рождения важный день, у кого он даже прославит, тот, кто нам дал жизнь, Бога, прийти в храм, пристоведоваться, причаститься, вот, как нас прославит день рождения, можно и посидеть, покушать, порадоваться, вспомнить добрые дела, милости Божию, родителей почтить, прежде всего, они себя, они нам, через них Господь нам дал жизнь, ну вот, можно, конечно, поздравить человека, но дарить ему и какие-то там праздные подарки, а к нему духовные книги, помолиться за него, вот, хорошие подарки, ну вот, а не пьянствовать, то есть, видим изливание пьянства, видим, как танцует иродиада дочь, ироди, нечестивый, видим послушание не в добре, как вот мы сейчас, дети рождаются, не хотят слушаться родителей, а видим послушание во зле, она злобой сходила, иродиада, и дочь ее тоже злобой сходила, и дала матери главу Иоанна Предтечи, когда его иссякли, то есть, мы видим все обратное, и видим, как Иоанна Предтечи, святой, исповедник, подвижник, который не боится смерти, потому что, что такое, там, несколько лет пожить и умереть, ну и что, мы не борцы за продолжение жизни, братья и сердца, мы борцы за святость, можно побольше пожить, можно поменьше, сколько Господь даст. Раньше, слава Богу, если за Христа, вот это какая радость, это же, нет больше любви сказано, кто душу свою положит за других своих, за Христа, за ближнего, вот. Поэтому, дорогие братья и сестры, у вас поздравляю с праздником, вот, желаю вам и себе подражания Христу, который за нас жизнь пролил, просто невинную подкрадал, отдал, и за не такие примеры, как Иоанн Предтечи, который жил свято, за Христа, за нас тоже отдал свою кровь, свою жизнь, как отца Николая тоже умер за свою страну, ну и даже как родители должны отдавать свою жизнь за своих детей, матери мало спят, заботятся о ребенке, защищают ее все очки, поэтому надо жить свято и воспитывать детей в строгости, в благоговениях, в послушаниях, в очень жестком строгом послушании, в этом любовь к детям, а не в благостве, как у нас сейчас, в советское время модно и принято, вот. И приносить плоды, потому что женщина спасает с чья дороги, не просто она нам рожала, так и это тоже не просто, это и больно, и материально расходно, но вот матушка вчера мы сидели, чай пили, она говорит, вот сколько детей мы родили, и все, старшие уже, все устроены, и мужа, и жену нашли, молодые, и квартиры Господь дал через правительство, и работа хорошая, даже машины какие-то есть, и все, все устроены. То есть, когда живет один, один сейчас разбалованный, лентяй, бездельник, ну так, не всегда, конечно, но надо рожать детей, и воспитывать их страхи, и ложи, благоговения, послушания. Поэтому всем вам желаю духовной жизни, осеннической жизни, молитвенной жизни, жертвенной жизни, не угождать себе и людям, как сказано, Бог рассыпал гости через человека угодников, а угождать Бога. А через Бога можно уже и людям угождать, и даже и себе немножко утешить, когда праздник, когда радость какая-то, но все в рамках этого, бывает же, Господь дает воскресный день, порадоваться Христом, праздники святые, сочередники различные. Поэтому всех вас поздравляю с праздником престольным, жалко мало людей, сейчас мы послушаем благодатственные молитвы, кто причастался, всех причастников поздравляем, пророжим, спит кресту, и потом вместе все перекусим.